Счастливых тебе ножек. А почему у тебя такое название? Потому что здесь мы начинаем играть в вещи, которые немного усложняются. У вас определенно возникнет ощущение, что мы переходим от работы к спринту. Всем привет, как у тебя дела? Меня зовут Селеста Паре Сибирина, и я здесь для того, чтобы научить тебя методики, которой я пользуюсь вот уже 10 лет. Вот и первый этап завершен. Так вот, я хотел бы поместить это упражнение посередине, потому что оно очень-очень важно для меня. Именно это я и называю упражнением по борьбе с пламенем. Мы просто будем играть основную группу обеими руками, потому что все наше внимание должно быть сосредоточено на том, что происходит на басовом барабане. А теперь наши руки двигаются вот так. Наша правая рука будет играть восьмую ноту на хай-хэ-тё, и мы попадем в ловушку на счет 2 и 4. И вот тогда-то и начнется настоящее волшебство. Наш бас-барабан будет постоянно меняться на протяжении всего упражнения. Так что в первой части этого упражнения наш бас-барабан будет воспроизводить четвертные ноты на каждом счете. На втором такте наш бас-барабан будет играть по две шестнадцатые ноты на каждый счет. На третьем такте этого упражнения мы будем играть по три шестнадцатые ноты на каждый счет. А теперь следующим шагом будет сыграть по четыре шестнадцатые ноты на каждый счет. Но это сделает упражнение довольно напряженным, не так ли? Тогда все очень усложнится. Так что вместо того, чтобы делать это, мы сыграем четыре шестнадцатые ноты на первый счет и на третий счет. Но двойка и четверка будут звучать совершенно бесшумно. Ты можешь проигрывать эту песню снова и снова и это довольно простая структура. Однако помни, что это называется антифлемом, потому что мы не хотим, чтобы между нашим басовым барабаном и малым барабаном возникали вспышки. Так что, пожалуйста, позволь мне показать тебе, как это звучит. Субтитры сделал DimaTorzok Хорошо, ребята, эта песня называется Бэйдю, потому что это опять же самый быстрый способ перейти от одиноких к неодиноких. Привет! Если ты досмотрел ролик до этого момента, твоей тяги к знаниям можно позавидовать. Если ты хочешь быстро и качественно научиться играть на барабанах, тебе точно поможет мой новый курс, который только что вышел. Как минимум там не придется понимать, а что же именно имела в виду нейросетка. Успей получить доступ по специальной цене для подписчиков канала. Промокод и ссылка в описании. А теперь, выполняя это упражнение, мы начнем практиковаться в парном разряде, не так ли? Так что поначалу это может быть немного сложно, но, пожалуйста, ни о чем не беспокойтесь. Мы здесь для того, чтобы попрактиковаться. Так что мы будем работать над переходом от одиночных восьмой ноты, как мы это делали в других упражнениях к парном шестнадцатой ноте. Пожалуйста, позволь мне показать тебе, как это должно звучать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пришло время переходить к тройняшкам. Это упражнение называется Детройт, потому что это мотор Сити, не так ли? Именно там Форд в самом начале создавал все свои потрясающие автомобили. И это упражнение при очень-очень быстром воспроизведении звучит как звук автомобильного двигателя. Так что сейчас мы перейдем от одиночных триплетов с восьмой нотой, которые мы уже изучали в первой части этого курса, к парным триплетам с восьмой нотой. Хорошо? Так что, пожалуйста, прислушайся к тому, как это звучит, и посмотри, слышно ли тебе, как работает этот двигатель. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эта задача обещает быть довольно сложной. Она называется кикстартер. Та же самая шутка, но другое упражнение, потому что здесь мы собираемся разместить нечто немного более сложное. В этом упражнении мы собираемся перейти от тройного удвоения восьмой ноты к удвоению шестнадцатой ноты. Так что, пожалуйста, позволь мне показать тебе, как это звучит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хорошо, ребята, теперь мы почти закончили этот курс. Это называется джекпот. Повторяю еще раз, этому есть очень простое объяснение. Если ты сможешь сыграть в эту игру, то выиграешь джекпот. Это просто невероятно сложно. Это последний этап игры. Мы собираемся перейти от одиночных нот шестнадцатой нотой к парным шестнадцатой ноте, и не имеет значения, являетесь ли вы начинающим, средним или продвинутым барабанщиком. Это займет некоторое время. Пожалуйста, наберитесь терпения. Поверьте мне, для этого просто нужна практика. Позволь мне показать тебе, как это звучит. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Хорошо, ребята, у вас все получилось. Вы успешно прошли испытания. Если вы добрались сюда, спасибо вам за то, что посмотрели. А теперь позвольте мне показать вам последнее упражнение, и, конечно же, самое сложное из всех них. Мы отрабатывали все остальные упражнения, используя одну и ту же концепцию. Все залипания происходили между нашей правой рукой и басовой комнатой. Но все могло бы быть немного по-другому, немного сложнее и, конечно же, немного сложнее для тебя. Так что позволь мне представить тебе последнее упражнение из всех возможных. Это называется координацией движений, потому что прямо сейчас мы будем чередовать одиночные удары обеими руками. Так что вместо того, чтобы двигаться вправо, 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 вправо. Сейчас мы будем играть правой рукой, правой ногой, левой рукой, правой ногой и так далее. От этого все станет намного сложнее. А теперь, чтобы применить это на практике, мы выберем самое сложное упражнение, в которое мы играли. Упражнение номер девять джекпот. Так что все, что тебе осталось сделать, это вынуть хай-хет и сыграть ту же самую песню, но чередуя синглы, держа руки на полу. Позволь мне показать тебе, как это звучит. Мы закончили с упражнением. С упражнениями, с маленькими советами и, конечно же, со всеми техниками, которые я использую. Так что спасибо вам всем, ребята, за просмотр. Мне доставило огромное удовольствие преподавать для всех вас. И я действительно надеюсь очень скоро увидеть вас всех в следующих видеороликах. Будь в безопасности и береги себя. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Субтитры создавал DimaTorzok